Местами боевых подвигов и фронтовых дорог шагает Змеевщина и районный этап всеукраинской эстафеты памяти, посвященной 70-летию освобождения Украины. Символы эстафеты, знамя Победы и гильзы с горстью земли из братских могил передаются из одного населенного пункта в другой, в той последовательности, как они освобождались от немецких оккупантов. 8 августа считается днем освобождения поселка Донец. У братской могилы собрались представители районной власти, местные жители, дети. В этот день отдают дань памяти тем, кто пролил кровь на этом участке земли и положил на алтарь вечности своей жизни. К братской могиле люди несут живые цветы. Сегодня мы собрались в этом святом месте для того, чтобы почтить память всех воинов, которые пали, освобождая нашу землю. И сказать самые искренние, теплые слова благодарности нашим ветеранам и всем тем, кому выпала такая доля, вытянуть эту войну на своих плечах. Спасибо вам огромное. Я от имени народного депутата Евгения Владимировича Мураева от всей души поздравляю вас, прежде всего, конечно же, ветеранам с этим замечательным днем, с днем освобождения поселка. Конечно же, всех жителей поселка с этим праздником. Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за то, что вы 70 лет назад, шаг за шагом, пять за пятью освобождали, начиная со Скрипоев, освобождали нашу дорогую родную измельщину от немецко-фашистских захватчиков. Пожелать тем, кто сегодня жив, крепкого здоровья и всего самого наилучшего, а вам всем, чтобы не, дай Бог, никогда в жизни у нас не повторилась та история, которая начала 72 года назад, а сегодня мы отмечаем 70-летие освобождения змеевщины от немецких захватчиков. Символы эстафеты ветерану войны Ивану Ефименко передает ветеран села Генеевки Григорий Ефимович Першин. Гильза боевого снаряда вновь наполняется землей, взятой с братских могил, сел Благодатное, Донец и памятного знака в поселке Комсомольском. Иван Федорович не сдерживает слез. Даже спустя 70 лет тяжело и больно предаваться былым воспоминаниям. В 1944 году я был призван в армию. У меня только было еще 18 дней исполнилось. И прибыл я в направление на Москву, а с Москвы вернули на Дальний Восток. На Дальнем Востоке сражу уже в 1944 году побывал экипаж, где готовил моряков на корабли по специальности машинист Турбины себе закончил русский остров во Владивостоке. Вскоре, благодаря наступательным операциям, волной были освобождены Бишкин. Нижний в феврале, Черкасский в августе. Затем были Геевка, Сухая Гамольша. 9 августа эстафета памяти пришла на Бишкинскую землю. В ней вместе с представителями районной власти, местными жителями приняли активное участие и представители молодежной организации «Молодые регионы». По словам Виктора Северина, из фронтов Великой Отечественной войны не вернулось 211 жителей села. На территории же нашего района насчитывается 50 братских могил, в которых покоится 1495 воинов. В Бишкинах также рвались снаряды, погибали люди и совершались подвиги, вошедшие в века. Здесь воины 343-й стрелковой дивизии в 1942 году повторили подвиг панфиловцев. 17 храбрецов под командованием Семенова обороняли подступы к переправе. Они ценой собственной жизни остановили 8 танков и 2 роты пехоты врага. Памятаемо про тех, кто перекреслив усі плани фашистов, про тех, за в який кому сонце таки зійшло, про тех, перед чьим подвигом, мужностью и терпением досі схиляемо мы головы. Шановні ветерані, велика вам подяка за ваш героїчний подвиг. Вічна память загиблим, живым, міцного здоров'я, счастья, поваги. Территоріальній громаді добровату, процветання і миру на вашій землі. Зі святом вас. Сегодня среди жителей Бешкеней остался в живых всего лишь один участник боевых действий – Николай Степанович Бабай, которому і випала честь принимати естафету. На фронт ветеран ушел в 16 лет, был минером, воевал на территории Змеевского района. Коли прийшли в короб в хутер, то там жінки копали в городе, це в 40-х годах. І кажуть, питають нас, що це воно таке, що такі сковороди з ручками. Ми їх підрисували, каже, ти іди додому, бо тут щас будемо підривати снаряди, міни. Село Лиман немцы продержали в оккупации один год і три місяці. Немало лиманців боролись з гитлеровцами в партизанському отряде Якова Брихунца. При його освобожденні погибли представітелі многих народів бувшого Советського Союзу. Всього на фронтах войны воевало 515 містних жителів, 450 – у достойні орденові медалі СССР, 266 – навечно пали смертью храбрих. У нашій сільській раді залишилися живіх 10 ветеранів війни. В цьому році в життя пішло три ветерана – Салимар Єгор Дмитрович, статник Антон Антонович, Шаповал Іван Степанович. Честь принимати естафету выпала Віктору Марковичу Бондарчуку. Когда началась війна, йому исполнилось 13 років. Отец в первые дні війни ушел на фронт і вскоре героїчески погиб і був похоронен в одной із братських могил. Посому для ветерана эта миссія по-особому важна. Мій батько погиб у Московській області. Там похоронен в братській оголі. А тесть бабушки моїй погиб у 1941 році, коли була битва під Москвою, а він погиб під Бєргородом. І їздили на братську могилу, брали землю і там, де мать похоронена, перехоронили і фотографів. На одній могилі не вийшло, так що це мені знаходимо. Село Задонецьке в годи війни прославилось своїми партизанськими отрядами под командованием Брехунца, Шляхты, Любченко. Уже в октябрі 1941 року Задонецьке було оккупувано врагом. Болі 500 містних жителів воєвали на фронтах війни. Болі 200 не вернулись домой. З 1941 року по 1943 рік тричі переходила лінія фронту по нашій території. Більшість будинків була зруйнована, їсти було нічого, бо городи та поля не оброблялися. Але народ не здавав своїх позицій. Незважаючи на такі тяжкі обставини, населення виживало, давало відсіч ворогам, допомагало партизанам та робило все для перемоги, для того, щоб зберегти домівку, дітей, щоб воїнам-визволителям було куди повертатися додому. Здесь також возложили цвіти, почтили пам'ять погибших минутой молчання і осуществили передачу символово-стафеты. Торжественно принимала трибутику ветеран войны Григорий Григорьевич Курочка, который уже 15 августа осуществить її передачу в поселке Зитьки. После завершения районного этапа эстафету пам'яти Змеевской район передаст Красному Куту. Всеукраинский этап продлится до 2014 года, до годовщини освобождения Закарпатья.